Там может, иногда, может, нужно просто хорошо прокашляться перед этим, чтобы ты, ну, нужно звучать как-то хорошо по ходу. По голосовым моментам. Да, есть. Разговор достаточно большой и интересный. Пример. Вот эти вот стаканы у меня для голоса. Вот этот был всегда открыт, я в него залил кипяток, он был всегда открыт, пока я первую часть начитывал, как вы видели, я из него пил, теплой водичкой промывал связочки. Вот здесь все еще густой кипяток, он был закрыт. Сейчас он все еще слишком горячий, это моя ошибка, но зато здесь он быстренько стынет, я буду его понемножечку пить, чтобы свои связочки прогреть постоянно в течение всего тренинга. Если это 8-часовой тренинг, я имею такую жидкость все 8 часов. У меня ближайшие 8 часов будет 28 апреля, у меня там будет теплая жидкость все 8 часов тренинга. То есть иметь какую-то теплую жидкость и ее попивать. Рекомендую жидкость без яркого вкуса. Я рекомендую вода, зеленый чай, если вы все это пьете, или любой чай без сахара, ну, только не кислый, не фруктовый. Потому что любой кислый, соленый, сладкий вкус вызывает сленое отделение, оно вам, скорее всего, не нужно, оно чаще работает в минус. Это тоже касается голоса. То есть человек, который постоянно вот так вот там сглатывает или что-то, он сразу воспринимается чуть-чуть хуже. Конечно, ему все простят, но на подсознание осадочка станется так. Это немножечко по поводу технических подготовок голоса. Акценты. Есть огромная вариативность того, как акцентировать голос, но давайте лучше это разберем отдельно. Будьте добры, вы задали этот вопрос, пометьте, пожалуйста, себе на бумажке задать большой вопрос про акцентирование голоса. Мы его разберем на второй или третьей встрече. Скорее всего, мы потратим на это около получаса вместе с практикой. Или должны вложиться в двухчасовую блог как раз-то. Все будет хорошо, еще другие темы успеем. То есть акценты ставятся голосом. Что делать с голосом? Сейчас очень кратенько, я сейчас пытаюсь вспомнить ваш вопрос и кратенько на него ответить, а вы проверьте, смог ли я на него ответить. Акценты ставим. Поскольку, скорее всего, у вас будет микрофон, делаем все возможное, чтобы мы не кричали, чтобы мы говорили. Не даем себе форсировать голос. Если микрофона не будет, тогда, конечно же, форсируем, чтобы всем было слышно. Имеем с собой теплую, ни в коем случае не горячую жидкость все время и регулярно ее попиваем при каждой возможной паузе, а также используем эту жидкость как повод сделать паузы. Заметьте, что для волнующихся новичков стаканчик – это напоминание о том, что надо дать успокоиться себе и публике сделать паузу. И пока они пьют, эта пауза позволяет им собраться с мыслями и у аудитории переварить что-то. Это очень полезная пауза. Пьем – это голос. Откашляться лучше это делать всегда, когда аудитория не может это увидеть, услышать. То есть до выхода на сцену. Иметь с собой полезную на сцене платочек, если там скопилось, простите, слизь, слюна и так далее. Это бывает, это биология, как бы, может быть, мне не хотелось бы об этом заговаривать. Тем не менее, это наша жизнь. Профессионалов, спикеров, вас, меня. Платочек откашляться в сторонке абсолютно нормально. Помните, что это естественно, потому что цель этого – качественное выступление. И вы это делаете, чтобы дальнейшее выступление было лучше. Поэтому это вам прощает все. Так, что еще я не ответил из вопроса, напомните. Ну, вы все ответили. Просто как раз был вопрос об этом, технические моменты, связанные с голосом. Тогда добавлю еще один технический момент. У меня был на встрече опыт, продолжительности 15 лет, работы Дедом Морозом в Москве на елках. А это работа голосом. С Новым Годом, друзья! Итак, вот, зимой на улице, если вы начинаете профессионально работать голосом, друзья, пара рекомендаций. Забудьте про разговоры в пыли, разговоры в жаре, разговоры в холоде. Забудьте про минеральную, про газировку любую. Забудьте про курение. Ну, или как минимум начните забывать про курение. Начинайте забывать про курение. Любое давление. То есть, любая нагрузка на голосовые связки нежелательна. Моя Снегурочка, профессиональная оперная певица, один из годов она была, она там в московской консерватории, профессиональная оперная певица, она дала такой совет. Черный чай, некрепкий, такой символический. Туда мед, лимон, немножко, чтобы просто было немножечко кисло. Вот, все-таки, видите, этот мед, лимон. И на пол-литра в термосе температура чая горячей. То есть, вот, на верхней границе, когда все еще можно пить. Верхняя граница температуры, которая еще терпима, чтобы пить. И туда чайная ложка коньяка. Чайная ложка. Заметьте, тут речь про чай, а не про коньяк. Мы пьем чай, а не коньяк. Это важно. Вот, все это чай, мед, лимон, коньяк. В небольшой концентрации. Главное, чтобы это была температура и вода. Все это в термосе. И точно так же регулярно налили, попили. Связочки просто расцветают от этого. Но это касается ситуации, когда вам нужно, скажем так, говорить 8 часов, а у вас опыт до этого был максимум по 15 минут. То есть, это не нужно для 15-минутного выступления. Вот, пока все. Тут еще, друзья, огромный просто диапазон всяких техник дыхания. Работа с дыханием, перевести себя с грудного на геофрагменное. Правильно там ремень затягивать, чтобы он не передавливал, продолжать правильно расставлять. Вдохи правильно находить паузу для того, чтобы вдохнуть, чтобы не было вот такого момента, который я сейчас отыграл, когда вдыхаем посреди предложений, тяжелым еще напряжением таким вот это все, избавляться от этого. делать паузы, делать незаметный для микрофона, незаметный для аудитории добор воздуха в легкие. Это все отдельно, это все очень много часов, и мы в целом это не успеем за наш 8-часовой предстоящий тренинг, но это, по идее, можно будет разобрать и изучить вообще. И если у нас останется время на последней сессии, мы тоже можем к этим вопросам вернуться. Спасибо большое за вопрос. Если что-то еще есть на тему голоса, уточните. Если нет, тогда переходим к следующим вопросам. Следующие вопросы. Есть ли еще про то, как мы махали руками, как мы стояли, уточнения какие-то? Давайте 5 секунд, чтобы задать этот вопрос. Хорошо. Тогда, друзья, так, проверяем. Запись у нас идет. По-моему, запись идет. А вот. Или все-таки нет. Да, есть, идет, кажется. Мы идем дальше тогда. Еще один блок возьмем, друзья. Давайте поменяем расположение. Это сейчас сделано в основном для того, чтобы освежить немножечко картинку у вас в глазах. Опять же, захват удержания внимания аудитории, то есть техники поддержания интереса аудитории. И я прошу каждого из вас сейчас делать такую сложную задачу решить. Оп, исчез из кадра. Вернулся в кадр. Стоп. Нет, время уже не успеем. У нас уже без 10 минут. Мы не успеем. Это у нас блок, который я бы хотел предложить. Он у нас, где-то, на полчаса. Мы его перенесем на следующую встречу. Тогда пробегаемся по основам. Меняем порядок, пробегаемся. Ваше выступление начинается с вашей подготовки. То есть я предлагаю вам начать с того, чтобы проговорить ваше выступление. Проговорить самому себе. Я прошу вас взять небольшое домашнее задание, друзья. Мы его более подробно, с ним будем работать на следующей встрече. И вы будете уже подготовлены. За предстоящую неделю. Разработать вариант вашего выступления длиной в одно предложение. То есть как бы вы рассказали ваш контент, если бы вы хотели его рассказать в одном предложении. А также обязательно протренируйте рассказ вашего контента продолжительностью в 5 минут. Одно предложение и 5 минут. Это два таких уровня сложности, две весовые категории. Я прошу каждого из вас за предстоящую неделю найти вот эти вот 5 минут плюс 10 секунд и проговорить. Я прошу вас это сделать просто в воздухе, просто в какой-то комнате. Первый уровень сложности. Я прошу вас это сделать перед зеркалом, глядя себе в глаза. Второй уровень сложности. Я прошу вас это сделать на видеокамеру. То есть поставить мобилку, записать это на видео, а потом посмотреть, вам понравилось или нет. Если не понравилось, сделать это заново, перезаписать. Если понравилось, все, уровень достигнут. И четвертый уровень, самый важный. Сделайте, пожалуйста, это на аудиторию какую-то. То есть, например, соберите коллег. Или в обеденный перерыв перейдите и во время обеденного перерыва расскажите это выступление жующим коллегам. Найдите какую-то аудиторию живым людям и сделайте им это выступление за одно предложение и за 5 минут. Это нечто вроде домашнего задания. А теперь немножечко пробегаемся в целом по теории. Нет, пока еще не будем пробегаться. Какие есть вопросы на данный момент по домашке, по этим 4 уровням тренировок? Этим вот, который там незаметно точкой поставил в доске.